Вот мы с вами и добрались в какой-то степени до сливок вообще API, предоставляемого jQuery для работы с AJAX. Это шотхенд методы. Благодаря данным функциям мы вообще можем отослать AJAX запрос всего одной строчкой кода, что согласитесь весьма и весьма приятно. Данных методов всего 5 и начнем мы с вами знакомиться с ними с метода load. Он вызывается относительно какого-либо объекта jQuery, принимает три параметра. Это URL, к которому будет отправлен запрос, это обязательный параметр и два опционных. Data, то есть данные, которые передать к серверу и callback функция success, которая выполнится при успешном завершении запроса. Вообще этот метод load, он загрузит данные сервера и вот их интерпретирует как HTML и вставит внутрь того элемента, относительно которого был вызван. Идем далее. Метод get, тут уже из названия все ясно, да, как бы загружает данные сервера, используя HTTP get запрос. Принимает четыре аргумента. Один обязательный, это URL. Три опционных данные, которые нужно отправить на сервер. Функция обработчик для успешного завершения запроса. И datatype, да, тип данных, которые мы от сервера ожидаем. С методом post все то же самое. Единственное, что он, опять же, будет загружать данные с сервера методом post. Следующий метод getJSON, это функция загрузит данные с сервера методом get. И здесь как бы уже указан datatype.json. То есть данный метод сразу и пропарсит полученный результат на совпадение с данным форматом. Если же нет, будет генерирована ошибка. По поводу ошибок. Для всех вот этих вот short-hand методов вы видите, что нельзя в качестве аргумента передать обработчик для вот самого состояния запроса, когда он завершился с ошибкой. Поэтому здесь вы используете метод inject setup, да, для установки вот такого глобального обработчика ошибок. Так, и еще что я хотел, это я хотел вам показать, как выглядит прототип функции обработчика success для этих трех методов. Он получает всего один аргумент, дата, это данные, которые были возвращены с сервера. Ну и указатель sys, здесь это DOM элемент, который мы указали как свойство контент в HX setup, например. Идем далее. Метод getScript, он загрузит JavaScript файл с сервера методом get, ну и выполнит код, содержащийся в нем. По этому поводу тоже хочу заметить, например, если вы методом load грузите HTML и внутри него есть какой-то JavaScript код, то опять же этот код будет выполнен. Обращаю на это ваше внимание. И здесь опять же нужно быть осторожным, да, дабы не предоставить каких-то дырок ребятам, которые ищут уязвимости в вашем коде. Ну что ж, давайте пощупаем эти методы на практике. Итак, по сравнению с прошлым видом данного документика изменилось следующее. Мы добавили div load container и также подключили внешний файл lesson5.js. Давайте посмотрим на этот самый подключенный файлик. Что мы здесь видим? Видим глобальные обработчики на события HX start и HX stop. И видим отмену поведения браузера по умолчанию. Начнем мы с вами тренироваться с шотхенд методами с методов get и post. Итак, зададим все четыре параметра. Первый из них это URL, который мы получим из атрибута action нашей формы. Второй параметр это данные, которые нужно передать серверу. Здесь я вам скажу, что данные обязательно должны быть отформатированы в виде URL уже. Для этого мы и используем метод serialize. Идем далее. Функция, которая будет вызвана при успешном завершении события. Мы просто залогируем полученный ответ от сервера. Ну и data type мы указываем JSON для нашего с вами документика. Сохраняем файл. Идем в браузер. Обновляем страничку. Пытаемся отправить сообщение. Смотрим, что у нас получается. Видим, что залогировался ответ. В принципе, все окей. Единственное, что обработчику мы не передали необходимые данные. А почему это произошло? Потому что мы используем метод get. Если вы помните, как выглядит наш с вами PHP-обработчик, то он пытается получить данные из массива post. Что он никогда не сделает, если мы обращаемся к нему методом get. Поэтому мы здесь делаем следующее. Будем использовать метод post. Сохраняем документ. Идем в браузер. Обновляем страничку. И здесь нужно сделать следующее. Чтобы все прошло окей, не забываем указать валидный имейл. Кликаем на кнопочку отправить. Ждем ответа от сервера. Смотрим. Видим, что сообщение отправлено. Все чудненько. Теперь можно еще попробовать, например, использовать метод get.json. Указываем URL. Это будет form.action. Ну, соответственно, данные и функцию обработчик. Так, комментируем вызов метода post. Сохраняем документ. Идем в браузер. Обновляемся. Здесь, опять же, вроде бы запрос выполнится успешно. Единственное, что в обработчик мы, опять же, передавали данные методом get. Соответственно, он не смог их получить. Ну, и давайте-ка побалуемся, например, с методом load. Как раз для этого мы с вами и создавали вот этот вот div с id load container. В него мы будем загружать HTML код из вот этих файлов toload1 и toload2. Мы видим здесь такое небольшое высказывание Гомера Симпсона. Теперь давайте попробуем загрузить вот этот самый отформатированный HTML в наш блок load container. load. Указываем URL to load1.html. Обработчики устанавливать не будем. Данные нам тоже передавать туда не надо. Давайте-ка проверим, что у нас получится. Обновляем страничку. Кликаем на кнопочку. Все чудно. Как бы содержимое загрузилось. Мы уже, да, видим даже по отступу перед копирайтом, что разметка сохранилась, но можно это проверить дополнительно. Кликнув по этому самому блоку, мы видим, что вот здесь параграф, тег, параграф сохранен. Чудно. Теперь давайте сделаем следующее. Чтобы у вас отложился тот факт, что если в загруженном HTML будет присутствовать какой-либо JavaScript код, то он выполнится. Мы сейчас напишем здесь какой-нибудь небольшой alert. TypeText JavaScript alert. Выведем какое-нибудь сообщение. Пускай вот такое вот. Сохраняем страничку. Так. Все правильно. Идем в браузер. Обновимся на всякий случай, хотя это и не необходимо. И мы видим, да, что помимо того, что загрузился HTML, то и вот этот самый JavaScript код внутри него выполнился. Так. Идем дальше. Еще метод load позволяет нам делать замечательные штуки. Он позволяет нам подгружать какую-либо часть документа. Для этого у нас есть, для демонстрации этого, у нас есть документик toload2.html. И здесь уже две цитаты Гомера Симпсона. Только они лежат в блоках div с различными айдишниками. Теперь мы поступим следующим образом. Чтобы подгрузить из документа какой-либо отдельный блок, нужно всего лишь применить селектор. Такой же, как вы применяете при parsing DOM, да, используя jQuery constructor. Итак, мы сейчас получим вторую цитату из вот этого вот нашего документа toload2.html. Как вообще происходит? Такая штуковина, да. Документ загружается целиком, но потом уже здесь на клиенте jQuery парсит его, находит там соответствующий элемент и подгружает вот тот, относительно которого было вызвано только необходимые данные. Так, мы сохранились. Идем в браузер, обновляемся. Кликаем на кнопочку, ничего не происходит, потому что мы забыли изменить URL, к которому стучимся, а там не было такого элемента с idquot2. Сохраняем заново страничку, идем в браузер, обновляемся. Все чудненько, все работает. Мы можем заметить здесь, что получили вот такой вот ответ от сервера, да, но вывелась у нас только наша вторая часть содержимого документа. Вот мы с вами и познакомились с набором шотхенд методов, предоставляемых jQuery. И, в принципе, на этом мы заканчиваем изучение AJAX API этого фреймворка. Удачи, увидимся в следующих уроках. Субтитры сделал DimaTorzok